здравствуйте друзья у нас такой вопрос о жизни школьников точнее что с ними после школы вот говорят в основном деваются талантливые дети после школы и что становится озорниками и такими не академическими как бы детками куда они все деваются тут надо сказать что вопрос очень общий конечно и на эту тему масса народа высказывалась такого известного народа например роберт киесаки говорит что хорошисты работают на government а троечники создают бизнесы и нанимают отличников для работы в этих бизнесах вот такая точка зрения доналд трамп например он так сказал что там тоже был вопрос куда идти там где бумирует индустрия или там где у тебя талант вот ты чувствуешь особый и он говорит что если у тебя к чему-то особый талант то даже если эта индустрия не бумирует ты поднимешься там на более высокий уровень чем в умирующей индустрии которые у тебя нет особо таланта или так средненькие какие-то способности и так далее поэтому сложный на самом деле вопрос то очень сложный и самое сложное в этом это родители это дедушки бабушки не дай бог которые пытаются детям навязать вот тот стандарт к которому они привыкли на котором они выросли стандарт но как бы правильный обеспеченный как бы состоявшийся жизни и так далее вот до сих пор конечно очень традиционно сильны такие представления что вот если там сильно способны и хочешь чего-то добиться вот будь или врачом или адвокатом потому что там люди действительно здорово зарабатывают если ну хорошо стоят на ногах хотя в принципе врач даже если он не безумно хорошо стоит на ногах все равно хорошо зарабатывает но все это относительно и все это меняется и усложняется и если вы поговорите с врачом ну скажем моих лет или даже постарше они вам скажут американские такие кто давно здесь испокон веку здесь они вам скажут что они сейчас работают больше чем 20 30 40 лет назад а получают меньше при том что стоимость медицинского обслуживания резко растет как бы заметно растет каждые сколько там 67 лет стоимость обслуживания в стране расход на медицину удваивается и это деньги не такие что остаются именно у врача а вот как бы наоборот и у врача забирают и у граждан забирают куда деваются деньги но всяк случай не к врачу поэтому да конечно хочется там многим быть врачами хочется быть адвокатами и это ведь не только деньги это конечно определенный уровень достатка когда человек говорит я хочу заниматься чем-то подразумевается что там есть возможность находиться на каком-то уровне достатка если человек вырос зажиточной семье ему например сложно измерять себя категориями там получение какой-то очень небольшой зарплаты если только у него нет достаточно денег вообще не работать тогда он конечно может сказать себе у меня деньги и так есть буду вот помогать людям пойду буду сошел воркером буду помогать побитым женам какие-нибудь харасснутым или там детям которых там не забрали у родителей там еще что то есть очень много таких я помню когда у меня дочь училась в лоскул то есть как бы на юридическом факультете и я так пытался у нее выяснить куда ребята деваются и куда они хотят пойти она говорит ты знаешь год половина примерно хотят работать в нон-профитах то есть вот таких организациях общественных и помогать людям при том что это одна из лучших юридических школ страны туда не так просто попасть там и так далее и вот они хотят помогать людям и это может быть зарплата я знаю людей которые вот так работают юристы они допустим консультируют там в этих нон-профитах консультируют людей у которых нет понимания жизни нет знания прав законов и так далее и по поводу разводов и по поводу детей и по поводу там я не знаю каких-то других прав которые у них может быть ущемлены как они могут получать и 25 и 30 там и 35 тысяч не 70 80 не 120 не 250 вот совсем на таких маленьких денежках вот как буквально как будто секретарь машинистка груб говоря такие чисто офисные зарплаты половина поэтому как сказать куда деваются а это а это вот талантливые молодежь это это не просто так молодежь она официально талантливая туда попасть очень сложно а попасть в лоскул вы не знаете как сложно и вот это люди которые на этом уровне вот вы куда они деваются молодежь хочет делать мир лучше почему же тут нормально я не знаю где они вынырнут там через пять лет через десять но пока молодые чё же очень здорово и я также по университету беркли я могу сказать вот впечатлениям людей которые там учатся преподают там практически нет сейчас американцев которые учились бы на такие профессии как computer science или там electrical engineering это какие-то сложные профессии там вот китайцы индусы может русских сколько-то но американцев очень мало это может отражать конечно в целом демографию кремниевой долины но но тем не менее значит это не то чтобы сильно там престижно есть то куда идет молодежь очень сильно идет молодежь это маркетинг это бизнес администрейшн я не уверен что они именно хотят как-то вот заниматься управлением бизнесом они может быть идут на это просто потому что это не не какие-то такие инженерные дисциплины где требуется много там вкладываются в определенном смысле и так как то я я не знаю вот вот учиться в стране безусловно чудовищное перепроизводство людей которые которые получили образование по бизнес администрейшн по маркетинг по что там еще у них бывает такое популярное там social studies какие международные отношения вот такие как бы гуманитарные вот они вроде закончили и все это происходит с большим расходом государственных средств потому что штат субсидирует все это в налоги идет и мало кто из них закончив вот по этому профилю потом работает реально по этому профилю они где-то еще там работают и может быть потом когда-то они поймут что им не хватает вот этого образования или того образования и они пойдут получать степень мастера уже в той области в которой реально может быть им тоже интересно и хочется работать я видел очень много инженеров очень много которые поработав там сколько-то лет ну 10 вот ребята за 30 или близко к 30 и они идут получать там какого-нибудь мастера например в бизнес администрейшн или там в юриспруденции или там скажем какой-то project management там сертификацию пройти и так далее то есть уходит в бизнес чуть постарше становится и им не хватает вот этой проекции на бизнес потому что ты уже вот получаешь возможность решать вопросы за пределами сугубо инженерных а ты не умеешь ты не знаешь как как управлять людьми как управлять проектами как функционирует организация там и как она должна функционировать там и тогда так на глазок конечно там по мелочи для того чтобы быть менеджером по тестированию программного обеспечения я вас уверяю что получать какой-то дигри по бизнесу не нужно а так если посерьезнее позиции то нужно а если в серьезной компании так и разговаривать не станут без этого так что жизнь показывает но мое личное мнение такое что есть ребята которые не академические по форме познания мира вот есть академические то сядет там и учит 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 и я вот собственно сам такой но там сидишь и учишь и мне мне легко давалось но в то же время вот сейчас например я гораздо больше прикладной то есть я сначала возьму руками потрогаю покручу у меня сложится представление и тогда я уже готов там обобщать и какую-то теорию изучать там и так далее мне мне гораздо проще через прикладную поэтому есть ребят которые прикладные такие и и невероятно много молодежи невероятно много они идут поработать и когда они начинают работать вот никогда не думай сидят что их родители содержат они маются от безделья и тут он два часа там где-то в джиме кого-то тренировал там он не знаю там еще что то нет нету по настоящему чтобы он жил на свои деньги поэтому здесь не принято чтобы дети взрослые жили с родителями пошел жизнь и вот когда он пошел жизнь он начинает понимать что надо учиться он начинает лучше соображать чему именно учиться он начинает выстраивать какой-то путь в жизни потому что если у тебя все есть и вроде ты не знаешь а зачем тебе чего я знаю полно ребят которые закончили очень приличные университеты но им как-то в лом так они живут с родителями там семьи нет того нет ничего нет работает где-нибудь там менеджером в магазине получает может быть там 20 долларов в час ему хорошо родители миллионеры и они как-то им неудобно его турнуть вроде с не вопрос денег а как-то ребёночка там пойму всего 32 годика ну как ты его турнир поэтому что то что тут сказать я думаю что если мы с точки зрения родителей на это глядим и пытаемся задать себе вопрос что мы можем сделать для того чтобы наш ребенок вот как-то двигался в каком-то направлении я думаю что самое главное чтобы ребенок двигался в своем направлении не чтобы ему навязывали а чтобы он шел в своем потому что все что навязывается даже самые правильные вещи вызывают отторжение вызывают отторжение поэтому должен жить своей жизнью вот вы может быть в детстве хотели там стать я не знаю волейболистом но у вас не получилось силу травмы и вы начинаете своего ребенка там таскать по волейбольным секциям соревнованиям тогда а он не хочет и он вроде ему деваться некуда пока маленький он вроде даже какие-то успехи небольшие а ему в лом и ничего не выйдет то есть вы можете сказать а я добьюсь а вот он привыкнет а он через там через через силу через задницу через то через все я не знаю я помню знаете люди которые в военное время жили они как-то религиозно совершенно вот детей их пытались накормить с калориями там с прививками со всеми делами ребенок должен быть тут за щечками от мое детство идеальный ребенок должен быть будут со щечками и вот хотя мало кто был со щечками кстати было полно таких совершенно дистрофичных я когда занимался боксом у меня был такой период жизни немножко в подростковом возрасте пару лет и и меня все время ставили записывать я такой аккуратный был вот и меня ставили записывать там когда на весы ставят значит я записываю на весы ставят и там тренер когда я записываю и я мог на любого человека глянуть искать сразу его вес так вот глаз на набил но делу этом я поразился сколько дистрофичных детей я я никогда не видел их вот хотя он заходит практически в одних трусиках иногда и трусики стене что там 50 грамм сэкономить и вот он бах такой и боже вот как освенцим какой-то это ну скажем так 60-е там конец 60-х вот да так вот образ ребенка хорошего и я помню но не буду так пальцем в общем женщина так лет за 50 начало ребеночка маленького кормила внучка кормила а внучок вот значит головой мотал и она ему тут брала вот так вот тут сжимала и ложку туда вот и он и зажимала и он проглатывал значит если вы будете такое делать ребенку с точки зрения образования уже ребенка тем более постарше которые как-то уже но все-таки почти сформировавшаяся личность там более-менее сформировавшись если вы будете вот это вот делать из самых лучших побуждений конечно никто никто не сделает такую дрянь как человек который из лучших побуждений против конечном счете так вот это не путь но это вроде проще да то есть вроде мы знаем а он откуда знают а у него там мозгов нет ну пусть жизнь пойдет пусть ну пусть работает его же в армии не заберут правда там стрельбы сейчас нет пальбы нет никакой никакой пусть работает и пусть живет на свои своим умом живет умный учиться не хочет до тех пор пока ребенок учится значит его родители его содержат нормально вот если он не учится тут сам давай так что так много возможностей так много всего вот кто то есть вот для тебя есть миллион возможностей для идеальной совершенно самореализации поэтому я бы не гнался за модой или там куда друзья пошли и вот такого плана я даже в тестировании могу вам сказать что я видел людей которые к нам попали просто потому что вот им сказали или кто-то там на эти вот ну все пошли и он пошел совершенно необязательно он будет успешно если ты этого не прожил если ты как бы не мотивирован ты не в состоянии преодолевать трудности ничего на свете нет такого значимого существенного достойного чтобы можно было получить это не приклад не преодолевая трудности все что не требует преодоления трудностей это ерунда не стоящая вашего времени а как только трудности значит надо комитмент значит надо там видеть цель вдалеке соответственно надо надо пахать и все и если ты пошел потому что все пошли значит на этом все закончилось и ничего не получится поэтому куда ребята идут вот куда душа тянет пусть идут конечно если ребенок такой что сам не очень уверен и он спрашивает вашего совета дайте ему совет не навязывайте уже все что вы навяжете потом и ребенку не не на пользу и и вам тоже пошла бы то припомнится потом может быть вам даже вслух не скажет но но припомню у себя там внутри припомню счастливо